В начале сегодняшней аппаратной глава района дал положительную оценку всем мероприятиям, посвященным Дню России, в том числе и открытия спортивного комплекса в поселке Рылеево. Спорткомплекс, многофункциональный спортивный комплекс, это футбольное поле, профессиональное, с дренажом, с естественным покрытием. Это коробочка с резиновым покрытием, тоже многофункциональная. Коробочка, а хоккейная площадка? Хоккейная площадка, да, с волейболом, с баскетболом. На днях районный совет депутатов отметит 30-летний юбилей. Все люди, состоящие в ветеранской организации, конечно, это люди активные, и расставаться с активной деятельностью не хочется. И они ищут себя для того, чтобы использовать свои возможности, а вы в этом помогаете. Поэтому я приглашаю взять участие в празднике. Чистая вода, чистая земля, чистый воздух. Такие акции Комитет по экологии проводит регулярно. Так, 8-го, 1-22-го отеля были проведены областные субботники, в которых приняли участие свыше 500 тысяч человек. Это молодежные общественные организации, представители предприятий и организации района, управляющих компанией. В рамках мероприятий, связанных с акцией «Чистая вода», планируется провести контроль измерительной работы по оценке качества очистки источных вод с очистных сооружений в городе Райминске, Райминском районе, по основным компонентам загрязняющих веществ, подающих водные объекты, такие как нефтепродукты, взвешенные вещества, азотоманин, азота, железо. На этой неделе у школьников завершается сдача ЕГЭ. Большая делегация отправится на губернаторский выпускной бал. 24 числа губернатор Московской области объявлен бал, бал всех выпускников Московской области, который пройдет в Патриоте, Одинцовский муниципальный район. У нас планируется выезд большой делегации, 750 человек будет участвовать в этом мероприятии, 15 автобусов. Все службы готовы. Надеюсь, что в вопросе безопасности и отличное настроение нашим выпускникам будет гарантировано. Правительство Московской области готовится к тому, чтобы это мероприятие было незабываемым. У противопожарной обстановки доложил Александр Бусыгин. В лесных массивах все спокойно, ни одного возгорания. Значит, по жилому сектору за прошедшую неделю 48 выездов, 8 пожаров. Погибших, пострадавших нет. Дократно окончено. Более тысячи обращений приняли на прошедшей неделе сотрудники правоохранительных органов. Зарегистрировано 1260 сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе 11 краш, два случая изъятия из незаконного оборота наркотических средств. На дорогах района у нас произошло 45 дорожных транспортных происшествий, в которых никто не погиб, но два человека получили ранение. Присущено за неделю 39 административных правонарушений. Сергей Григорьев, Ольга Скребина и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...